Друзья, я сейчас принимаю финальные заказы перед Новым Годом на портреты для выжигания, поэтому если вы все еще не знаете, что подарить своим родным и близким, переходите по ссылочке в описании под видео. Друзья, всем большой привет, с вами Артур. Давненько у нас не было всяких разных замечательных зарисовочек, поэтому сегодня мы отправимся на Японские острова. И что у нас тут с вами происходит? Мы попали на карту карьер, в которой трудятся пленные американские солдаты. И, конечно же, американское командование это очень сильно возмущает, потому что условия труда в японских лагерях, я думаю, вы представляете какие. И, в общем-то, ушлые американцы решили организовать миссию по спасению своих бойцов. Для этого они переоделись в японскую форму, залезли в грузовичок японский, и сейчас попробуют пройти досмотр, да и проехать на территорию этого замечательного рудничка. Но японцы, вы сами понимаете, такие товарищи, которые лучше перестрахуются лишний раз, поэтому они взяли сюда, подтянули танк, они сюда подтянули в том числе такую тачаночку замечательную с зенитным вооружением, ну и плюс охрана этого всего лагеря, она, вы сами видите, ребятки тут довольно серьезно вооружены, охраняют, охраняют, но, тем не менее, мы с вами посмотрим сейчас, что из этого всего получится. Итак, английский, точнее, американский грузовик подъехал на блокпост, сейчас этот грузовичок у нас проверяют, досматривают документики, глядят, но вообще в целом японцы такие довольно расслабленные, поэтому там не будут прям шмонать, что внутри находится данного грузовика, а внутри, как вы понимаете, японцам ждет довольно большой сюрприз. И да, здесь сейчас находится большое количество грузовичков, грузов, американцы попытаются затеряться, скорее всего, среди них, и дальше уже действовать по плану. Их задача это максимально быстро взять и ликвидировать охрану, потому что в случае чего начнется стрельба-пальба, и я думаю, вы понимаете, кого первым начнут мочить японцы, тем более, что здесь еще молодой человек-огнеметчик, ну, что как бы намекает. И американцы выходят, но, по-моему, товарищи тут у нас немножко спалили. Вроде пока что японцы никак не реагируют, но давайте поглядим-последим. Да, японцы спалили американцев. Начинается у нас с вами перестрелка. Огнеметчик, правда, пока не рискует, потому что тут можно взять и всех поджечь. Что же будут делать пленные американцы? Американцы пока что стоят, видимо обсуждают, и не все-таки принимают решение, что пора бежать. И, конечно же, теперь им в спину просто прилетает большое количество пуль, и пулеметчик расстреливает американских солдат. Просто все пленные, практически все убиты. Один только попытался убежать, получится ли у него это сделать или нет. Давай, дружище, беги, беги, беги. Он берет гранату и сам на ней подрывается. Красавчик, но зато не сдался. Ладно, тем временем, американские солдаты здесь держат оборону. Нам с вами понятно, да, что план пошел немножко не по тому руслу, по какому должен был идти, и теперь американцы заняли здесь шикарную оборону, ну и должны будут пытаться сохранить хотя бы свои жизни. Итак, сколько там их вообще осталось? Раз, два, три, всего несколько бойцов. Плюс на них теперь выходят танки. Японцы, хитрые собаки подходят все ближе и ближе. Ребята, давайте мы сейчас с вами поглядим. И подрывает все-таки японского солдата с помощью гранаты. Но американцы, естественно, тоже, те еще подстраховщики, поэтому неподалеку у нас было два Грейхаунда как раз на этот случай. И что-то, по-моему, у нас произошло. Рванули! Просто-напросто рванули все эти машины. Видимо, там заложили взрывчатку или все-таки рванул бензобак, а там уже все дальше начали подрываться. И в итоге сейчас Грейхаунды попытаются вызволить хотя бы часть американских солдат, но неизвестно, остался ли там хоть кто-нибудь в живых. Итак, начинается у нас жаркая перестрелка танка с Грейхаундом. А здесь пацаны вообще не обращают внимания. Ну что, получится поразить или нет? Да, раз, попадание. Второе должно быть еще, чтобы добить его. Второе попадание. Отлично, сбили гуслю. Но там зенитка, это очень опасно для Грейхаунды, если она сейчас откроет по нему огонь. Но японский танк уничтожен. Уничтожен. Также уничтожается первый Грейхаунд. Зенитка поражает его. Сейчас скрывается вот за этими контейнерами. Вторая единица бронетехники пытается поразить эту зениточку. Там их целых две. Ох, как же им везет. Отлично. Минус одна зенитка, минус вторая. Красавчики. Но остался ли кто-нибудь в живых? Из американских солдат. Ой, блин. И все-таки подставились бочиной. И сейчас, если они... Да, к сожалению, американцы здесь не успели сообразить. Был ранен и контужен экипаж. И в конечном итоге, что у нас получается? Японцы все-таки смогли сдержать свои позиции. Конечно же, они понесли... Ну, такие не особо-то и большие потери. Хотя, как сказать, танк оказался уничтожен, как вы можете заметить. Здесь пятерка бойцов, но американцы потеряли тут все свои силы, как вы можете заметить. Это, конечно, было очень печально для них. Раз, два, три, четыре, пять. И где-то еще двое бойцов, от которых вообще и мокрого места не осталось. Плюс сюда куда-то зачем-то у нас зениточка уезжает. Но давайте мы с вами еще раз поглядим на эту зарисовку. Я, ребята, захотел сделать что-то более необычное, чем просто там какие-то засады, массовые атаки, обороны и прочее добро. То есть у нас тут с вами такая фейловая операция американцев. Итак, давайте мы с вами пропустим этот момент, ускорим чутка время. Мне все-таки интересно, получится ли американцам взять и как-нибудь там спасти своих товарищей. Хотя ладно. Тут, скажу вам честно, у них шансы просто нулевые. Но, возможно, грейхаунды смогут подойти к тому моменту, когда тут еще у нас идет какая-то оборона. Ну, конечно же, палево со стороны американцев произошло знатно. И сейчас они должны были вот сюда доехать и только здесь выгружаться. Но в итоге просто ребятки спокойненько прошли. А японцы такие стоят и шушукаются. Типа наши, не наши, что-то какая-то форма очень странная. И нахрена эти рабочие побежали в эту точку. Но в итоге американцы занимают сейчас здесь оборону. И японцы на стрёме теперь становятся. Так, получится ли пленным что-нибудь сделать? Пленные стоят, выжидают момент. Ну же, ребятки, у вас есть сейчас отличный шанс сбежать из этого лагеря. Но стоят, стоят, стоят так. Достают что-то там. Изнутри стрельба до сих пор, напоминаю, не началась. Изучают друг друга противники. Пленные не знаю, что делают. Так, по-моему, все-таки побежали. Да, ребята? Что-то они начинают прятаться. По ним открывается стрельба. Так, ребята, ребята, достают. Откуда у них гранаты? Я вообще не понимаю. Еще одна граната сейчас сюда прилетает. Грейхаундов там у нас пока что нету. Но завязывается у нас яростная перестрелка, да? О, все, побежали ребятки пленные. Просто их расстреливают. Но хотя бы они отвлекли на себя противника. Ладно, меликанцы сейчас занимают оборону. Еще раз мы с вами просмотрим, что тут у нас такое творится. Японцы подходят к грузовичкам. Тут, видите, еще не до конца понятно. Хуй-с-хуй. Кто где находится? Грейхаунд тем временем здесь. И... Блин, рвануть, судя по всему, эти остовы. Да, так и есть. Рванули остовы. Но машины, на удивление, остались целы. Вообще что-то странное у нас происходит. Грейхаунды тем временем у нас здесь спускается японский танк. Американцы до сих пор живы. То есть сейчас реально есть шанс на спасение. Главное, чтобы танкисты здесь не затупили. Так, американцы, давайте поаккуратнее, поаккуратнее. Вам сейчас надо просто ниже травы, тише воды. И... Грейхаунд такой выходит, мансует. Но зениточка сейчас ему расскажет, что не надо так делать. Загорается двигло. Здесь Грейхаунд вообще просто взял и встал. Почему-то застрял на холме. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, это просто на грани фола сейчас. Если рванет, то тут всем будет кирдык сам настоящий. Я бы на месте американцев не прятался в этой местности. Итак, Грейхаунд против японского танка. Выбивает стрелка. Промахивается Грейхаунд. Вот, выстрел от японца. И... Друзья мои, все-таки сбивает, судя по всему, ему корпус. Но нет, до сих пор танкисты внутри даже пытаются там перестреливаться. А японский танк... Кто-то его подбил. Видимо, ребят... О-охо-охо! Все, это, ребята, кирдык. Мне кажется, здесь никого не осталось живых. После такого японский танк тоже подорвался. Но какой-то тут у нас американский солдат все еще валяется. И такой, как ни в чем не бывало. Пошел-ка я, ребятки, нахер отсюда Ну вот в задницу Так, ну битва до сих пор не закончена Но это было очень эпично Как тут у нас все подорвалось Так, давайте посмотрим на силы У американцев есть реальные шансы Тем более, что тут еще Грейхаунд у нас живой Как вы можете... А как он так выжил? Я не знаю, видимо ему корпус подремонтировали Спускается теперь с высоты Этот бронетранспортер небольшой Ой-ой-ой, этот дружище, конечно, зря поднялся наверх Но, возможно, выживет он Так происходит разворот башни И японцы теперь оказываются, ну, чуть ли не в меньшинстве Учитывая, что у америкашек есть тут преимущество бронетехники Там еще у нас тут с вами одна граната взрывается Ну, красавчики, как они пережили все это добро А теперь у них нет преимущества, друзья мои Потому что кто-то умудрился подорвать Грейхаунд Притом, я не знаю, может быть, у японцев здесь оказались противотанковые гранаты Да, видимо, то ли коктейль Молотова, то ли еще что-то И остается у нас четверо на двое Американцы, я даже, ребята, не вижу, где они здесь спрятались Боец с пулеметом Отлично, ранил одного Бросает еще гранату Расстрелил Вот это прям самый настоящий профессионал Давайте посмотрим, сколько он замочил Троих И одну единицу бронетехники смог Забрать с собой американец Красавчик Минус еще один Японцы что-то расплодились Их стало пятеро Хотя двое должны были умереть Странное дело Посмотрите, как четко просто расстреливает этот боец Сразу видно, кто грамотно учился Короткими очередями Накрывает японцев И практически добивает их Так, а здесь у нас, где хлопчик-то остался? Где он валяется? Я даже его не вижу Вот он тут у нас спрятался с автоматом Томпсоном Томпсона троих забрал Ну, этот парняга Шесть убитых Красавчик просто Просто красавчик Ну и что в итоге? Друзья мои Так и будем друг на друга смотреть Японцы, я так понимаю У нас Сейчас хотят дать заднюю Да? Друзья мои Давайте-ка понаблюдаем За всем этим добром Так Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Вот сейчас самый драматичный момент Но это танкист Его легко разобрать А там Ой-ой-ой-ой-ой Там японские пулеметчики Все-таки убивают американца Ай, дружище Уэс Марин Корпс Ну, это было очень близко Друзья мои Это было очень-очень близко Но, к сожалению, не получилось И остается у нас тут один против двоих Он у нас прячется, получается, за зданием Японский пулеметчик Но сейчас Возможно, захочет проявить инициативу А скольких ты забрал? Троих Молодец Неплохо Так, подставляется Подставляется Ну? Давай Томпсон против японского пулемета. Ранила. У него половина хп. У американца сейчас фулл хп. Ну-ну-ну, японец убивает его все-таки. Так, что у нас дальше? Один на один. Здесь японский солдат. Паратруппер. Парашютист. Джинзабура Сасада. Сасада сейчас всем устроит засаду. Давай, дружище. Нет-нет-нет, братишка. Погоди, погоди, погоди. Это так у нас не работает. Завязывается перестрелка. Винтовка против автомата. Ставлю на винтовку, друзья мои. Хотя автоматчик неплохо так накрыл. Японец уходит у нас. Просто одним выстрелом он его убивает. Джинзабура Сасада. Всех просто накрыл. Вот такая вот, ребятки, у нас тут кровавая зарисовочка получилась. Как по мне, просто замечательная драйвовая. С вами был Диодант. Всем удачи и пока-пока.